Богиня правосудия Фемида. Добрый час, друзья, с вами Апраксина Лада, и это наша с вами рубрика про символы, про символику, которую я по вашим просьбам создала на моем YouTube-канале и на других каналах, в Телеграм-канале и ВКонтакте в разных группах я рассказываю вам о символике, символизме, о психологии, о мистицизме. И сегодня у нас с вами богиня правосудия, которая, кстати, в последнем периоде, ну, можно было бы назвать ее одной из самых спорных символических фигур или персонажей, с учетом того, что крайне много разговоров, сарказма, дискуссий, баталий на тему того, что Фемида, конечно, одна из известных богинь греческой мифологии, кстати, изображается она всегда с завязанными глазами, так называемый бандаж на глазах, меч у нее в одной руке и весы, вот которые сейчас мы видим, даже шевелятся, колеблятся, в другой руке. Конечно, понятно, что весы символизируют баланс и справедливость. В данном случае у этого образа меч символизирует мощь, могущество и силу, которые необходимы для защиты законов и порядка. Однако, что такое законы и порядок? Действительно, Фемида всегда была важной фигурой в судебной системе, и часто ее изображали в судебных залах, на гербах юридических организаций, в каких-то других местах, где важно было присутствие баланса, порядка и так далее. И, безусловно, к этой символической фигуре, к этой мифологической фигуре или персонажу было всегда довольно много, ну так скажем, претензий, что здесь она оказалась неправа, тут у нее глаза завязаны и так далее. И действительно, образ этой богини Фемиды был использован совершенно в различных правовых системах, был связан с идеей, что законы должны применяться без пристрастия и без дискриминации. Ну и по понятным причинам здесь позиция правоты или неправоты могла очень сильно отличаться от точки зрения смотрящего на решение судебных процессов. И, например, в римской мифологии образу богини Фемиды соответствовала богиня юстиции. Ну так она называлась, богиня юстиция. Вот почему у нас и это слово используется для названия некоторых учреждений, связанных с правоохранительными системами. Но, друзья, я считаю, здесь каждый выбирает сам для себя. Безусловно, образ богини Фемиды может присутствовать в интерьере или экстерьере любой компании, которая связана с правоохранительными законами, системами. И быть или не быть этому символу в вашем пространстве решать, конечно, вам. Но есть такое поверье, что иногда, время от времени, глаза у богини Фемиды открываются. Правда, мало кто видит тот момент, когда проявляется ее взгляд. И говорят, что как только богиня Фемида посмотрит без повязки, человека ждет удача, благополучие и успех. Чего и я вам, дорогие друзья, желаю. Мне, кстати, очень понравилась именно эта фигурка. Я решила взять ее в мои обзоры. А вам прекрасного дня, справедливости, правоохранительных порядков и баланса во всех юридических вопросах. Спасибо. Спасибо.